Несколько лет назад математик из Санкт-Петербурга Александр Захаров сделал сенсационное заявление. Он открыл универсальную формулу Вселенной. Математическая модель, которую он вывел, позволяет прогнозировать любые чрезвычайные ситуации. От землетрясений до политических переворотов. Во время съемок, которые проводились в самом начале лета, мы попросили Александра сделать прогноз на июль 2011 года. Девятое и десятое. Можем услышать очень серьезную информацию, которую, так сказать, мир серьезно потрясет. Данные трагического прогноза, сделанного Александром Захаровым, совпали. Меня зовут Анна Чаплана. И я начинаю расследование. Сенсация. Найдена формула катастроф. Но спасет ли она мир от гибели? Можно сделать все, от плохого до хорошего. Он познал законы Вселенной. Герой нашел время. И отказался от миллиона долларов. Не надо ломаться. Существует ли единый код Вселенной? В основе всего лежат законы чисел. И будет ли он найден? Я раскрою все тайны. 11 сентября 2001 года террористы-смертники взорвали башни-близнецы в Нью-Йорке. Число 11 в тот день стало роковым для жителей Америки. Первый самолет, врезавшийся в башню, летел под роковым номером. 11 марта 2004 года в столице Испании террористы взорвали 4 поезда. Погибли почти 200 человек. И 2000 получили ранения. 11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение. Вскоре на берег обрушилась мощная цунами. В результате катастрофы погибли больше 15 тысяч человек. И почти 10 тысяч пропали без вести. В разных городах в разное время случились страшные катастрофы, которые объединяет одно число – 11. По теории Захарова, все нештатные ситуации возникают в те дни, когда природа к этому готова. На сотнях графиков ученого десятки совпадений. Крушение самолетов, цунами, пожары. Алгоритм – это схема движения по минному полю. Это можно вычислить, подсказать, предупредить. И в конце концов отвести энергию и пройти через что-то такое опасное. Подсознательно люди ищут закономерности во всех явлениях, которые происходят в нашей жизни. Но что, если это не случайные совпадения? И числа действительно способны управлять жизнью людей? В природе есть определенные ритмы, по которым формируется все остальное. События, цивилизации, там, все прочее и прочее. Есть определенная технология. Рабочее название этой теории – это закономерности развития событий. 9 июля из порта Казани в двухдневное плавание отправился теплоход. В трех километрах от берега, во время шквала, корабль наклонился на правый борт. Через три минуты теплоход затонул. Погибли больше 110 человек. 10 июля случилась трагедия, которая потрясла не только Россию, но и весь мир. На Волге затонул теплоход Булгария. Гипель судна была предсказана с точностью до дня. Мне удалось сформировать алгоритм логики взаимодействия с природой. Александр Захаров показывает выпуск Санкт-Петербургской газеты за февраль 2011 года. За несколько недель до мартовской катастрофы в Японии он предсказал землетрясения и взрывы на атомной станции. Там все вот это вот показано заранее и все расписано. Что, не дай бог, вот этот период с 15 по 24 особенно, начнут происходить нежелательные процессы на атомной станции. График поднялся и начались взрывы на атомной станции на Фукусиме. Один за одним реактором, которые точно легли вот в этот график. Но катастрофы случаются в мире почти каждый день. И где научные доказательства того, что это не просто совпадение? Мы попросили математика раскрыть секрет алгоритма. Я могу сказать так, что особой формул там, таких слишком сложных математических нет. То есть это больше похоже на логические какие-то заключения, которые в принципе можно назвать формулами логическими. Но на сегодняшний день я бы не хотел все это раскрывать в детальном виде. Чего боится Александр Захаров? И почему не раскрывает тайны? Ведь его открытия способны изменить мир. Математик уверяет, расчет дней Че можно сделать для всего на свете. Стран, городов и даже конкретного человека. Я им строю определенную методическую формулу. Все это раскладываю, все это расписываю. Почему происходят такие-таки события? Людям становится понятно, когда они происходят, с какой амплитудой. Что нужно делать, как реагировать. В античные времена обладатели знаний о числах сравнивали с божественными существами. Ученым поклонялись, ими восхищались, но в то же время боялись тех, кто владеет магией чисел. В Александрии толпа публично казнила первую женщину-математика. Ее забросали камнями, а тело разорвали на куски и сожгли. Другой математик Вальмес был предан суду. За дословно попытку проникнуть за пределы дозволенного человеческому разуму. Возможности, которые открывает мир чисел, пугают людей. Нам кажется, что математики – люди высшего порядка. Они знают что-то, недоступное обычным людям. Какую тайну они знают? В августе 2006-го сотни ученых со всего мира собрались в Мадриде на вручение самой престижной награды в области математики. Впервые за всю историю науки был приготовлен особый приз – миллион долларов. На церемонии награждения победитель произвел фурор на своих коллег. Я сожалею, но доктор Перельман отказался от медали. Гений или безумец? Какую тайну чисел он смог разгадать? В этом самом обычном панельном доме на окраине Петербурга живет Григорий Перельман. Его часто называют Эйнштейном 21-го века. Он стал легендой при жизни. Но самого математика это совсем не волнует. Математик, чье имя уже вошло в историю. Постигнув тайны чисел, кто, как не он, должен знать формулу Вселенной? Я расстрою все тайны. В 1944 году Нобелевский лауреат по физике Макс Планк шокировал мир заявлением о существовании единого алгоритма Вселенной. Математической основы, в которой выражены законы мироздания. Осталось только найти ее, и тогда человечество сможет управлять Вселенной. Мы живем на ощупь. Что мы знаем о мире? Совсем немного, уверяют нас ученые. Техногенные катастрофы, землетрясения, глобальное потепление, цунами ежегодно уносят жизни сотен тысяч людей. Все чаще мы задаем вопрос. Неужели конец всего живого на Земле неизбежен? Но спасение есть. И оно зависит от того, будет ли найдена единая формула Вселенной. В начале 21 века математики мира объявили. Они близки к разгадке величайшей тайны. Дома, улицы, дороги. Все построено строго по математическим формулам. Все в мире числа. И человек – лишь одна из комбинаций цифр. А сам мир можно представить в виде математической модели. В основе всех явлений, всех процессов, всего, что мы наблюдаем в природе, лежит чистая, красивая, содержательная математика. То есть в основе всего лежат законы чисел. Ни природа, ни современные технологии немыслимы без точных расчетов. Единственный универсальный язык Вселенной – математика. С помощью нее можно описать и объяснить все в нашем мире. Существует математическая конструкция, которая ведет себя точно так же, как ведет себя наша Вселенная. В средние века этот дом на окраине города Дмитрово в Московской области люди обходили бы стороной. Это семья Сафроновых. Может показаться невероятным, но их преследует число 22. 22 сентября у нас день рождения у троих. У меня, у сестры и у брата. Старшая сестра с 35-го года, я с 37-го, брат с 49-го. В паспортах разные годы, разное место рождения и одна дата. Мало того, все трое появились на свет еще и в одно и то же время – в 6 утра. Через 12 лет, через 14 лет уставляют задуматься над этими числами. Но сейчас вспоминать о дне своего рождения здесь не любят. И счастливый дата превратилась в роковую. 22 сентября именинников стали преследовать несчастье. Будто сбился счастливый кот. Все началось с мелочей. То в день рождения заболеют гриппом, то вместе попадут в больницу. А еще через несколько лет число стало забирать жизни. Умирает у брата жена. И 22 сентября же умирает у снохи отец. В этот же день в мир иной уходит дочь сына. Спустя годы, за неделю до роковой даты, в больницу попадает их мама. Когда она уже слегла для что-то. И я ехала и говорила мужу, говорю, она доживет до 22 сентября. Как предчувствовали, что мама доживет до этого дня. Позже они узнают. Смерть их матери наступила 22 сентября ровно в 6 утра. В то же самое время, когда появились на свет ее дети. Антонина, Нина и Николай. Так почему же именно эта дата преследует их род? И единичны ли такие совпадения? Ни простые жители, ни короли, не застрахованы от преследования числами. Несколько веков назад таинственные числовые совпадения преследовали династию Бурбонов. Королевский род сопровождало число 14. Основатель династии король Генрих IV родился 14 декабря и был убит 14 мая. В тот же день его сын Людовик XIII стал королем. Невероятно, но и его жизнь оборвалась 14 мая. Он боялся этой даты, умоляя лекарей продлить его жизнь хоть на день, чтобы прервать родовое проклятие. Но тщетно. Это суждено было сделать его сыну, Людовику XIV, который зашел на трон в роковой день, 14 мая. Как будто число 14 в его титуле нейтрализовало старое проклятие. Как это объяснить? Для меня это закономерность, которая имеет трансгенерационную передачу. Это понятие в прошлом веке ввел ученый Мирей Боуэн. Он заметил, семья – это система. И в ней уже заложен четкий алгоритм. Код семьи формируют наши предки. Потомок лишь следует заданному алгоритму. Он начинает симптоматически, да, или в своем поведении, или в датах повторять какие-то куски судьбы того из предков. Чтобы помочь разгадать тайну Сафроновых, психотерапевт Анастасия Филимонова чертит на ватмане матрицу их семьи. Это называется генограмма. Или проще – генеалогическое древо. Графическая запись информации о семье – один из методов семейной психотерапии. Для психолога это то же самое, что сбор анализов для врача. Вас трое детей, это ваши родители. Так, и, значит, первая... Первая тонина. Тонина. Год. Третья пять. По этой матрице психотерапевту предстоит найти первопричину числовой болезни Сафроновых. Из кратких ответов выстраивается четкая генограмма. Вот на схеме их мать, которая умерла 22 сентября. Мы пошли в сторону вашего отца. Дедушка мой был три раза женатый, был вдовцом. И на третий раз женился, и у него трое детей осталось. Вот мать отца, ушедшая из жизни при родах. И их бабушка, родившая 12 мертвых детей. Она была последней дочкой. А до этого были рождены все, были мертвые. Именно это событие и стало причиной всех бед семьи, считает психолог. Схема такая, что травма передается во второе поколение травмой привязанности. В третье поколение она передается травмой отношений. И в четвертое поколение она передается симптомам. То есть это либо болезнь, либо смерть, либо еще какие-то тяжелые события. Согласно семейной психотерапии, матрица рода передается на протяжении пяти поколений. А значит, со смертью матери Сафроновых роковые несчастья в этой семье должны закончиться. Давно замечено, дети часто повторяют судьбу своих родителей. Но как именно происходит передача данных? Возможно, существует некая единая формула, которой подчиняется не только жизнь одной конкретной семьи, но и вся наша жизнь. Нумерологи утверждают, такая формула есть у каждого человека. И вычислить ее очень просто. Нужно лишь знать две вводных. Дату рождения и полное имя. Любое событие в стране, любая ситуация, которая возникает в жизни человека, с позиции цифр можно рассказать. Нумерология – это полный аспект человеческой деятельности. То есть по нумерологии можно рассчитать характер человека, его привычки, склонности. И даже больше. Нумерологи давно нашли числовые коды Солнца, Луны, Земли. Имеет код, допустим, вода, агум. Он есть, это уже стандартный код. 888-999-888. Если тяжело разжечь огонь, а числовой код, проговорив его, можно даже в ветреную погоду зажечь огонь. Я расстроила все тайны. В этих папках – школьные черновики Перельмана, аккуратно сохраненные учителем Григория Александром Абрамовым. Возможно, через несколько десятков лет сами записи будут стоить миллионы долларов. Я, скажем, не видел ни одной задачи, которую он не решил. Такое впечатление, что ему кто-то шептал на ухо. В старинном альбоме «Юношеское фото» тогда еще неизвестного миру гения. Такой жизнерадостный человек, вполне общительный. И здесь видно такое вполне темпераментное отношение ко всем событиям, живые реакции. Красивый, улыбающийся молодой человек. Глядя на фото 30-летней давности, Александр вспоминает – Григорий всегда был немногословен. Чуть более молчалив, чуть более сдержан. Но он умел шутить и улыбаться. Трудно представить, что этот приветливый человек с фотографией станет самым закрытым ученым в мире, нелюдимым и избегающим общения не только с прессой, но и со своими коллегами. Математики – люди с особым складом ума. Но Перельман выделялся уже в детстве. Его манера решать задачи удивляла и походила на сумасшествие. Он так раскачивался, чесал брюки. Они элитаризовались, искры шли. Если совсем уж было сложно, то он начинал мурлыкать про себя какие-то мелодии. Но за этим внешним безумием рождалась четкость и лаконичность мысли. В черновиках Перельмана со школьной международной олимпиадой почти нет помарок. И к сложнейшим уравнениям по несколько вариантов решений. Вот как раз Гриша Перельман. Международная олимпиада 82-го года в Будапеште, где он набрал полный балл – 42 и 42. Сергей Рукшин, преподаватель 239-го лицея в Санкт-Петербурге, где учился будущий гений, вспоминает. Григорий брал самые сложные задачи и выводил самое короткое и самое красивое решение. В молодые годы российский премиум принимал, насколько я помню, премию молодому математику Ленинградского матобщества. Гриша принял в свое время. Но почему потом, разгадав более сложную задачу гипотезу Пуанкаре, Перельман откажется от премии и отвернется от математического сообщества мира? Для начала давайте разберемся, что такое гипотеза Пуанкаре. Давайте возьмем мяч и попробуем стянуть его веревкой. У меня, конечно, сил не хватит, но при большом желании окружность шара можно собрать в одной точке. Но если взять обруч и продеть через него веревку, то его края сойдутся в окружность. Шнур затянется в узел. Для того, чтобы понять, как это работает, запустим гипотетическую нить в космос. Она обогнет Вселенную, и если Вселенная имеет форму сферы, то нить можно будет стянуть в одну точку. Но если во Вселенной есть дыры, то нить запутается. Даже в математическом мире я не уверен, что найдется 50 человек, которые во всех деталях понимают доказательства гипотезы Пуанкаре. Это правда. А теперь представьте, какими знаниями и воображением должен обладать ученый, чтобы спрогнозировать и рассчитать, как все это происходит. Когда вы живете в этой задаче, вы живете в другом мире. На Синдземшине на первое время понимали единицы. Точно так же, как и с квантовой механикой. Но вы знаете, когда происходят такие прорывы, должны подтянуться тылы. Представить это обычному человеку почти не под силу. Понять еще сложнее. Для понимания загадок топологии, раздела математики, который занимается изучением свойств фигуры пространств, ученым приходится жить в параллельных мирах. Реальном и созданном специально для размышления о теории. И чем больше Григорий Перельман проникал в мир гипотезы Пуанкаре, тем дальше уходил от мира, в котором он живет. Он нашел в эту задачу на 7 лет. То есть это такой марафон и испытание совершенно фантастическое. И он ее пробил. Это, знаете, перегрузка колоссальная. Колоссальная. Эмоциональная, нравственная, как огонь. Но чем эта задача так заворожила ученого? Почему, начав изучать ее, Григорий Перельман стал превращаться в отшельника? Скрываться от своих друзей и знакомых? И несмотря на нищету, жизнь в скромной квартире, нехватки средств, он отказался от премии в миллион долларов. Какую магию чисел он постиг? Я расстроил все тайны. Но далеко не все посвященные великую тайну цифр так равнодушны к деньгам. В 93-м году владельцы казино в Лас-Вегасе столкнулись с необычной проблемой. Каждые выходные одна и та же группа молодых людей выигрывала в Блэк Джек десятки тысяч долларов. Казино считали убытки, но не могли поймать игроков на мошенничестве. Когда однажды куш дошел до полумиллиона, управляющие обратились к частным детективам. Итоги расследования звучали невероятно. Обладателями огромных сумм оказались студенты математического факультета. Отличники Энди Блок, Кэти Лиллиан Кам и американец советского происхождения Семен Дукач. Казино для молодых ученых было лишь площадкой для экспериментов. Они высчитали алгоритм удачи. Универсальную формулу подсчета и запоминание карт. Протестированную сначала на компьютере, а потом за игровым столом. И огромные выигрыши были доказательством их теории. За несколько лет таких экспериментов студенты заработали больше пяти миллионов долларов. Когда их перестали пускать в казино Лас-Вегаса, они начали гастролировать по городам Европы. Их турне по казино мира закончилось в Монте-Карло. Служба безопасности запретила им переступать порог игорных заведений. С тех пор фотографии этих бостонских ученых висят во всех казино мира. Кэти вернулась в науку. Энди начал играть в покер, а Семен открыл школу по игре в Блэк Джек. Как стать богатым? Как выбрать вторую половину? Как уберечься от смерти? Математики уверены, для всего есть формула, вычислив которую можно управлять миром. С помощью математики, как инструмента, можно сделать все от плохого до хорошего. Можно рассчитать атомную бомбу в самолет и сбросить эту бомбу на Хиросиму и Нагасаки, а можно рассчитать параметры безопасности атомной электростанции. В 1942 году ученые Томас Голдсмит-младший и Истол Реймен создают первую идеальную модель Вселенной с точными расчетами и четкими алгоритмами, с логичным и управляемым миром, но виртуальным. Это была первая компьютерная игра. Симулятор ракеты. Через 10 лет, в 1952 году, появятся виртуальные крестики-нолики. А еще через четверть века сложнейшие компьютерные стратегии, где сложный цифровой мир будет подвластен одному игроку, а каждый уровень заранее просчитан машиной. Современный компьютер универсальная техника для обработки информации. Каждый следующий наш шаг уже предугадан. Даже шахматным гением не всегда удается обыграть компьютер. Но самые сложные комбинации сводятся к простым арифметическим и логическим операциям, элементарным алгоритмам. Со времен 9 века, когда арабы занимались активно математикой, появилось понятие алгоритма. Значит, за это время это понятие прогрессировало, но суть его не меняется. Математическая суть ровно та же самая. Любая информация внутри компьютера представлена в цифровом виде и в ее основании таблица, матрица. Для математики матрица это один из первых объектов повышенной сложности. Ученые уверяют, свою матрицу имеет все на свете. Каждый месяц научное сообщество обсуждает новые идеальные формулы. Невидимых глазу молекул, космических кораблей и бытовых вещей. От идеальной внешности мужа до идеального блина. Для тех, кто пока не научился ровно ставить свою машину на стоянку, британские ученые придумали подсказку. Они вывели математическую формулу идеальной парковки. Уравнение позволяет точно определить, хватит ли вам расстояния между машинами. Ученые предлагают учитывать минимальный радиус поворота машины, расстояние между передними и задними колесами и многое другое. Нужно совершить больше 15 математических операций. Все эти данные нужно внести в формулу и произвести расчет. И только после этого начать парковаться. Формула формулой, а я, пожалуй, припаркуюсь обычным способом. Великие умы древнего мира утверждали, все есть число. И были уверены, формулы есть у всего на свете. Единый алгоритм вселенной не исключение, а знания об этом хранят египетские жрецы. В шестом веке до нашей эры именно к ним за разгадкой тайны чисел отправился самый известный древнегреческий философ и математик Пифагор. Его обучение магии чисел у египетских жрецов было равносильно стажировке в спецслужбе. Знания жрецов он не имел права записывать. Из Египта Пифагор привез в Европу цифровые матрицы, известные ранее только узкому кругу избранных. Он был такой шпион в египетском лагере и очень много взял у египтян. А у египтян была очень мистическая наука. Пифагорейцы утверждали математика воспроизводит точный метод с помощью которого Бог построил и утвердил Вселенную. Восхищался тем, что вот можно тоже при помощи довольно простых тогда существующих средств числовых можно описывать много чего хорошего. Исследования чисел всегда носили для людей прикладной характер. Математические знания были вопросом жизни и смерти. Когда происходят разливы рек, когда сеять урожай, именно числа помогали устроить быт, накормить и избежать несчастий. В Египте эта смена сезонов имела жизненно важное значение, поскольку когда солнце достигает определенного положения относительно экватора земли на эклиптике, то оно светит в зените в те горы, откуда начинается нил, снег начинает таяться, нил разливается и там обеспечивает таким образом урожай древним египтянам. Подобные знания египтяне собирали в отдельную таблицу, архивируя наблюдения в календаре. Задолго до изобретения часов человек трудился, ел и спал, подчиняясь в своих действиях восходу и заходу солнца. В основе любого месяца слова, как юлианского, так и григорианского, лежит цикличность. Все летоисчисление делится на циклы по 28 лет. Если у вас есть календарь на 1984 год, то можно не покупать календарь на следующий год, 2012. Через каждые 28 лет он повторяется. Заметив такую особенность календаря, российский математик Владимир Пахомов сделал сенсационное открытие. В числах спрятаны тайны мира. Ключ к знаниям Вселенной в календаре. Наш календарь это не только календарь. Это ключ к календарному посланию. Свое открытие Владимир Пахомов сделал с помощью привычных нам вещей домино и календаря. Играя в кости Владимир заметил домино можно выложить в виде матрицы математической таблицы. Это не просто набор каких-то чисел, а именно набор пар чисел. И домино состоит из двух половин неразрывных. Это очень важно. По такой же двоичной системе десятки тысяч лет назад древние жрецы построили свою систему умножения. Привычное нам умножение столбиком было незнакомо древним цивилизациям. Вместо этого египтяне делали длинные операции. Раскладывали числа на кратные основания. Умножали их и складывали. Непонятная и слишком сложная система для современных людей. Это на первый взгляд запутанная арифметика так и осталось бы в истории, если бы современные ученые не заметили одно удивительное сходство. В основе современного языка компьютерного программирования та же египетская таблица умножения. Чисто компьютерный способ. Как будто у кого-то был компьютер и он научил этих диких жрецов абсолютно не знающих умножать. Ну как умножать? Посмотрел как компьютер умножать и научил их этому алгоритму. Это не человеческий алгоритм. Он не нужен человеку. Такая система исчисления язык вычислительной техники. Каждая цифра должна быть представлена на физическом носителе. Большинство компьютеров используют только два числа ноль и один. Но кто мог научить древних египтян сложным алгоритмом? Математик Владимир Пахомов утверждает уже более шести тысяч лет человечество пользуется одной и той же моделью календаря. Матрицей с неизменным делением на месяцы и дни недели. А значит в календаре скрыта сакральная информация о Земле. В цифрах древние цивилизации зашифровывали координаты места обитания, карту звездного неба и даже древние изображения сфинксов, странных рыб, людей с вытянутыми головами. И даже роковые числа. В одной из календарных строчек математик обратил внимание на странное совпадение. В шифре оказалось скрыто число, которое тысячелетия наводит ужас на жителей Земли. Три шестерки. Когда мы ходим в магазин, то не задумываемся. над тем, что все продукты помечены роковым числом. Исследователи доказали. В каждом штрих-коде три шестерки. Кроме этого, ИНН каждого из нас также содержит роковое число. Числу зверя равна и сумма всех чисел в рулетке. 12 лет назад на пассажирский поезд Осташков Москва то и дело приходили жалобы туристов. К самому составу и направлению претензий не было. Поезд никогда не опаздывал. ЧП здесь не случалось. И все же пассажиры старались избегать этого маршрута. Поезд шел под номером 666. Библейское упоминание о помеченных роковым знаком 666 привело к самой настоящей охоте за ведьмами. В средние века людей, обладавших родимыми пятнами странной формы, сжигали на кострах по обвинению в колдовстве и пособничестве дьяволу. Вера в магический роковой смысл трех шестерок складывалось веками. Дьявольские свойства числу 666 стали предавать из-за фразы в главе 13-е откровения Иоанна Богослова. Кто имеет разум там, да, сочти это число, число человеческое 666, берем адрес, перемножаем, получаем вот это число. Только математик мог обратить внимание, что главное слово в этой библейской фразе сочти. Владимир Пахомов изучил древние арамейские тексты и увидел. Раньше 666 писалось через точку с восклицательным знаком на конце. А значит, это не просто текст, а математическая формула. Я могу записать это число 666, используя, да, три математических знака, две точки и восклицательный знак. Точка это умножение, восклицательный знак факториал. Им в математике обозначается произведение всех натуральных чисел от единицы до данного числа. Решим этот пример. То есть 6 умножаем на 6 умножаем на первые 6 чисел в 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получим период прецессии Земли в чистом виде. 25920. Все. Но если в трех шестерках действительно скрыт тайный смысл, то что же значит прецессия Земли? И как она влияет на нашу жизнь? Этот грузовик весит 6 тонн. А теперь представьте себе, что вес нашей планеты в миллиард миллионов раз больше. И при этом она одновременно участвует в нескольких движениях. Наша планета совершает в пространстве десятки движений. Вокруг Солнца в результате происходит смена времен года. Вокруг собственной оси как следствие день сменяет ночь. Кроме них существуют и другие виды движения планеты. Они не так заметны, но имеют большое значение. Земной шар часто сравнивают с волчком. Попробуйте раскрутить его и потом слегка толкнуть его ось. Она начнет описывать конус, причем со скоростью значительно меньшей скорости вращения волчка. Это движение называется прецессией. Земля совершает 366 оборотов за год и только один прецессионный тур, называемый Платоновым годом. Солнце и Луна находятся к Земле не очень далеко, и поэтому тот реальный выступ, который ближе к Луне или Солнцу, он притягивается сильнее, чем противоположный. Это вызывает момент силы, что по законам механики хорошо известно, изменение направления оси вращения Земли. Все очень просто. Ученые утверждают, именно с прецессией связано периодическое изменение климата Земли. В частности, глобальное потепление в последнее время. Прецессия влияет на смену сезонов. Не было бы прецессии, а смена сезонов была бы несколько другой. Но если в коде Земли заложено число зверя, значит, апокалипсис на Земле неизбежен. Любые попытки людей предупредить катастрофы бессмысленны. И уберечься от них нет шанса. Или все-таки есть? Я расстрою все тайны. В институте прогнозирования катастроф уверены, наука уже способна предсказывать сотни техногенных и природных катастроф. Хотя еще 30 лет назад ученые были убеждены. Что прогноз погоды, метеопрогнозы на границе с шарлатанством. То есть в принципе это невозможно сделать. Но прошло совсем немного времени и мы видим, что прогноз погоды стал реальностью. То есть другое дело, что конечно все равно не 100%. Погрешность пока слишком высока. Слишком много факторов надо учитывать. Любые прогнозы они все-таки вероятностные. А здесь прогноз на строго научной основе. То есть использованы современные достижения, то есть современные технологии. Это технологии сбора данных, датчики, все. Но если знать единую формулу вселенной, возможно это избавит от необходимости затрат на миллионы датчиков, многих лет наблюдений и автоматически предотвратит катастрофы на Земле. Раньше или позже я считаю она будет открыта, но иногда открытие делается совершенно внезапно. Сто лет назад ученые мира вывели семь самых главных гипотез, которые откроют возможность понять как устроен наш мир. Именно здесь, в Санкт-Петербургском отделении математического института имени Стеклова Григорий Перельман начал работать над доказательством одной из главных загадок. Я считаю, что основное достижение Перельмана это составление атласа базисных трехмерных многообразий. Их оказалось всего восемь. И тогда, если мы начинаем думать о том, как у нас, что такое наша Вселенная при фактированном моменте времени, если мы знаем, что такое время, насчет такое сечения в четырехмерном пространстве, вот оно может быть очень сложным. Доказательство Перельмана ученые сравнивают с открытием периодической системы Менделеева. Оно может стать основой будущей жизни на Земле. Людвиг Акфадеев уверен, открытие Перельмана опередило время на сотни лет. Оно будет востребовано, когда люди уже изучат Вселенную и путешествия в космос станут обычным явлением. путешествуют будут нескоро, но тем не менее, знать, что может быть при этом путешествии, это очень полезно, потому что атмос есть. Мы пришли к дому Перельмана еще раз. Гений живет с мамой и очень редко выходит из квартиры. Он не женат, не богат и не азартен. Его единственная страсть это наука. Несколько часов ожидания дали результат. Григорий появился возле своего подъезда. Но на все вопросы о существовании формулы Вселенной ответил одной фразой. Не надо ломаться. Коротко и лаконично. Может быть это и есть ответ на наш вопрос? Давайте заметим, что с момента обостренного публичного внимания к нему прошло уже пять лет. Все-таки филдсовская медаль была присуждена ровно в год его 40-летия. В 2006 пять лет прошло. Вы попробуйте пять лет жить в условиях подобной осады. Когда у вас у подъезда дежурят. Но и до осады Перельман не жаловал прессу и даже почти не общался с бывшими коллегами. Год назад появилось интервью Перельмана. В нем гений объяснял, почему он отказался от огромных денег. Зачем мне миллион долларов? Я знаю, как управлять вселенной. Неужели тайна действительно постигнута? Насколько мне известно, чистая фальсификация, журналистская утка. Все эти цитаты, они совершенно не соответствуют Гриш. Другой человек не мог произносить такие слова. Но даже своим молчанием Перельман делает для науки невероятную рекламу. Возможно, мы бы никогда не узнали об открытии тысячелетия, не обратимы внимание на неожиданный отказ ученого от денег. Именно этот поступок записал Григория Перельмана в список безумцев нашего времени и в список героев. Герой нашего времени, который ведет себя так, что все человечество задумывалось о том, что такое деньги, что такое вообще жизненные цели, что где границы принципиальности проходят. Существует ли формула вселенной? Смогут ли люди прогнозировать катастрофы, управлять своим будущим? И где тот шифр, который откроет эти знания? Однажды известного немецкого математика Давида Гильберта спросили, какая задача сейчас для науки наиболее важна? Он ответил просто поймать муху на обратной стороне Луны. Это никому не нужно, продолжил ученый. Но подумайте, сколько важных и сложных задач нужно решить, чтобы это осуществить. Несколько лет назад российские и американские ученые сделали сенсационное открытие. Формулу управления вселенной знает каждый человек на земле. Рассчитывать и предсказывать будущее врожденная способность головного мозга человека. Но, к сожалению, утраченная. а значит единая формула вселенной давно нам известна. Осталось только вспомнить. «Осталось» 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 Продолжение следует...